Своей разгромной победой в предыдущем туре над Краснодарской Кубанью гонболистки-астраханочки навели шороху по всей Суперлиге. И потому встреча в Звенигороде этой команды с лидером регулярного сезона «Звездой» представлялась потенциально опасной для представительниц Подмосковья. Первый тайм подобный расклад оправдал. В стартовые минуты подопечный многоопытного Вячеслава Кириленко, в команде которого лишь второй матч проводили сильные новички, вратарь Санелла Кнезович и линейная Екатерина Веткова, даже вели в счете. Затем «Звезда» смогла перехватить инициативу, но позволила себе немного разницу в 2-3 мяча. На перерыв и вовсе. Хозяйки ушли бы с минимальным перевесом, если бы не смелое решение Юлии Николич на последних секундах, пас от которой разрезал всю площадку. 13-11. Какие мысли, хлопоты новогодние не мешали вам к этой игре подходить? Мешали. У нас сегодня праздник, и клуб, как отмечает нас начальство, поздравляет. И мы думали, в чем пойти, в чем пойти, но, конечно, нас опустили немножко на землю, сказали, так, девочки, думайте об игре, и мы раз таки, ну, в общем-то, да, неплохо было бы об игре подумать. И настроились где-то, но хорошо. В начале второй половины у Астраханочки был шикарный шанс нивелировать отставание. У соперниц случились к ряду два удаления. Но звезда за эти 4 минуты не проиграла ни мяча, а вскоре резко увеличила свое преимущество. В 18-14 на 40-й минуте спустя ударную 10-минутку превратились в 23-16. При этом создалось впечатление, что команда хорватского спеца Здравка-Зовка для этого не предпринимала сверху силы. В конце концовки звезды выигрывали и через десяток, но позволили Астраханочкам отличиться под занавес 4 раза к ряду. И все равно убедительные 29-22. Звезда, как и в матче первого круга, обыграла Астрахань с разницей в 7 мячей. Под Новый год Звенигородская команда вновь первая в таблице, опережая Ростов-Дон по разнице мячей, а Ладу по потерянным очкам. Артем Шмельков и Герман Переведенцев. НТВ+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!